Надя, я тебя разлюбил. Помнишь, я предупреждал, что я человек сложный? Помнишь, да? Когда мы встретились, я сказал, что со мной сложно, что я быстро устаю от жизни с одним человеком. Помнишь, да? Ты кого-то встретил? Да никого я не встретил. Если ты никого не встретил, почему ты уходишь? Ладно, началось. Нет-нет, все в порядке. Мне скучно, тебя постоянно не бывает дома, ты вечно на своей работе. Хочешь, сходим куда-нибудь? У меня сегодня выходной. Мы никуда не сходим. Поздно, Надя. Я тебя разлюбил. Паша, ты меня совсем разлюбил? Или, может быть, еще не совсем? Может быть, ты от меня отдохнешь, и там посмотрим? Да ничего мы не посмотрим. Все и так ясно. Ясно. Надя, Надя, ничего не изменится. Я, наверное, тогда пойду погуляю, пока ты вещи собираешь. Так это принято, когда уходят. Прости меня и спасибо тебе за все. И тебе спасибо за все. Я пойду и приду через час, и ты пока собирайся. Угу. А хочешь, я сегодня у Лидочки переночую? А ты завтра утром проснешься и поймешь, что без меня твоя жизнь пуста и однообразна. Ты шутишь, что ли? Шучу. 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 Доброе утро, Наденька. Доброе утро, Марья Максимовна. Наденька, у вас все в порядке? Да, конечно. Все в полном порядке. Все. Только вот почему-то лифт не едет. Наверное, сломался. Так вы его не вызвали. Не вызвала? Действительно. Всего доброго, Марья Максимовна. Субтитры создавал DimaTorzok его начальник службы портье. В отеле третий год. На хорошем счету. Да, Людочка. Надька, дрянь такая. Ты где? Я около дома сижу. Около какого дома? Около своего. У меня же выходной. Какой выходной? Мать моя, ты с ума сошла? Тебе что, никто не позвонил? Аня, а почему вы не вызвали Звонареву? А, так я… Сергей Викторович? А я-то при чем? Это вообще не мое дело. Уволю. Так, быстро, ноги в руки сюда. У нас весь колхоз на ушах. Управляющие все службы собирают. Все, подробности при встрече. Тебе о ней много знать не нужно. Исполнительно. Очень любит свою работу. Виделись вы всего один раз. На курсах по гостиничному бизнесу. Думаю, она тебя не вспомнит. Дальше поедем? У меня поезд через час. Мы лучший отель в Питере. И зачем нам этот головняк? Провери почту. Затем, что это статус. Лидочка, что вы так за это убиваете? Моисей все равно к нам не приедет. Тем, я вас умоляю. Ань, набери еще раз звонарю. Угу. Да? Ань, я уже здесь. Скажи Лидочке, что я буду через одну минуту. Черт. Телефон. Да что же это такое? Что в тебя? Открывайся. Простите, мэм, я могу помочь? Я могу вам помочь? Простите? Нет, нет, спасибо. А, вижу. Подождите. Я помогу. Сейчас. Раз, два, три. Вот так. Пожалуйста. Большое спасибо. Нет проблем. Телефон. Где же он? Нашли? Посмотрите на полу. Только вас мне еще не хватало. Простите? Нашли телефон? Нашла. Прошу прощения, я тороплюсь. Конечно. Добрый день. Да, конечно. Сам Вавилов здесь. Владелец отеля? Заика уже копытцем бьет. От счастья. Как его зовут-то хоть? Петр Владимирович. Да не Вавилова, этого, другого. А, язык сломаешь. Сергей Викторович, как зовут нашего монашева? Конечно. Анечка, дайте ключик от этой колонии. Бывшая американская колония. Так а что? Он у нас-то забыл. Восстановление дипотношений. Впервые за пятьдесят лет. Спасибо. Их батюшка еще с Хрущевым что-то не поделили. Теперь папаша помер, и сынуля хочет с нами вновь задружиться. Но пока на неофициальном уровне. Да, но нам от этого не легче. У него в Питере встреча с президентом. И жить его величество будут у нас. А почему у нас? Разве не другие гостиницы? Пожелание службы протокола. Надька, ты меня удивляешь. Это же престиж. Соседи сдохнут от зависти. Короче, всех наших жильцов белено расселить. Король и его свита займут весь отель. А рулить здесь будет их служба безопасности. А мы? Ну, а мы… На жертвенный костер. Или в гарем. А что? Ответный шаг. Уважение и традиции. Ты предпочитаешь костер или гарем? Я на костер. Ну и дура. А я в гарем. Таким образом, для обычных гостей наш отель закрывается. Все силы отдаем подготовке к визиту Его Величества. Поэтому попрошу все службы отнестись к этому с максимальной ответственностью и вниманием. А не то их величество слопают нас без гарнира. Что вы говорите, Лидия Арсеньевна? Послышалось. А. Так вот, на период подготовки и, собственно, во время визита в отеле будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Прошу вас, Сергей Викторович. Благодарю. Обеспечение этих мер безопасности целиком ляжет на плечи службы охраны короля. Мы же все будем им помогать. Прошу всех учесть следующее. С завтрашнего дня наши иностранные коллеги начнут завозить в отель оборудование. Его разместят в отеле на складе «Б». Оборудование секретное. Поэтому никто, кроме работников склада, туда зайти не сможет. Всем службам запрещается проносить в отель колющие, режущие предметы, оружие, газовые баллоны, в том числе аэрозольные вещества любого типа. И, наконец, в отеле вводится особая система передвижения. Всем выдадут новые ключи от лифтов и черных лестниц, выходящих на королевский этаж. Проход туда будет разрешен только парами – сотрудник отеля и сотрудник службы безопасности. Один ключ без второго не откроет ни двери, ни лифты. Король займет третий этаж, сопровождающие его лица – второй и четвертый. Все остальные этажи на время визита короля будут закрыты. У меня все. Спасибо, Сергей Викторович. Таким образом, обеспечение безопасности первого лица королевства… Северная Тризония. Да-да. Будут проведены в соответствии со всеми международными требованиями. О, господа, Петр Владимирович Вавилов. Сидите, сидите, друзья. Добрый день. Позвольте представить вам начальника службы безопасности Его Величества, полковника Уолша. Секундочку. Полковник, прошу вас. Добрый день. Вместе с полковником прибыл его помощник майор Флебен. Михаил Львович, на период визита у полковника будут те же полномочия, что и у вас. Конечно, Петр Владимирович. И все вопросы, связанные с проживанием монарха и размещением лиц, которые его сопровождают, будут решаться только совместно с господином Уолшем. Мистер Уолш отметил высокую репутацию отеля и выразил уверенность в слаженной работе. Можно вопрос к господину полковнику? Лидия Арсеньева, директор по персоналу. Господин полковник будет вдвоем с майором обеспечивать безопасность Его Величества? Мэйджор? В этом нет необходимости, мэм. Завтра в десять прибудет моя команда. А, благодарю. Друзья, есть еще вопросы к полковнику Уолшу? Я думала, будет здоровенный негр с ожерельем из консервных банок на шее. А тут завтра прибудет моя команда, мэм. Серьезный парень, с таким не забалуешь. Кстати, ты не заметила, у него на поясе гранаты были? Наш заик и вас уволят когда-нибудь. А, черт из дома, что он будет без меня де-де-де-де-де делать? Я однажды на работу в разных туфлях пришла, а мы в тот день посла принимали Аглицкого на постой. Так тот посол всю дорогу на мои ноги пялился. Наш заик аж побелел от ужаса. И что? Потом этот бритиш в нашем фолианте благодарность накатал за высокий вкус и оригинальность во всем. И с тех пор я всегда на работу ношу разные туфли. Один красный, другой синий. Шутка. Мать, ты мне что-то не нравишься. У тебя что-то тряслось? Все в порядке. Не ври бабушке. Грех это. А ну-ка пошли со мной. Надежда, у меня мало времени. Рассказывай. Меня Паша бросил. Что ты там лопочешь? Ничего не слышу. Меня муж бросил. Муж? Боже мой, какое горе. Когда? Сегодня утром. И чем-то интересное ему не угодило? Сказал, что разлюбил меня. Вот скотина. Не реви. Радуйся, что бросил. Зачем тебе этот пивной животик? Он не животик. Какой-то дурень из двести второго духи подарил. Дурень, а духи приятные. Попробуешь? Лидочка, я же люблю его. Ну, это само собой. Вот что. Сейчас психоанализом с тобой заниматься у меня нет времени. Вечером поговорим. У тебя ж сегодня законный выходной? Вот законный его и отгуливай. Подыши свежим воздухом. Выпей вина. Еще поговори с кем-нибудь о том, что все мужики козлы. Есть с кем поговорить? А твоя подруга? Ну, та, которая с телевизора. Катя Сабгида? Да. Так она же в Москве, на стажировке в Останкино. Понятно. Лидочка, можно я лучше поработаю сегодня? Можно? Ну, конечно, можно. Ну, что ты? Ну, Наденька, перестань. А ты сначала забываем сегодня на колесах. Да-ээээ... Почему? А ты? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Катюша, привет. Надь, прости, у меня ночной эфир. Тебе срочно? Да нет, я просто хотела поговорить. Я сейчас даже на минуту вырваться не могу. Ну, хочешь, я тебе перезвоню, попозже. Давай? Нет-нет, ты работай, я завтра сама тебе позвоню. Ну, ладно. Тогда я целую. Пока. Паша. Наденька, не пугайтесь. Это я. А Марья Максимовна? А у вас дверь открыта. Я подумала, вдруг что-то случилось. Нет-нет, я просто забыла закрыть. А где Павел? На работе? Нет, он в командировке. Вы проходите, пожалуйста. Не стесняйтесь, может быть, хотите кофе? Ой, нет-нет, что вы, Наденька, спасибо. Кофе на ночь вредно. Я на секунду, буквально. Вот, чайку принесла турецкого, подруга прислала, прямо из Анатолия. И нет, вам такого пить еще не доводилось. Да ну что вы. Ну, берите, берите. Спасибо. На здоровье. Будет время, заходите в гости. Я вас научу, как его правильно заваривать. Обязательно. Спокойной ночи, Наденька. И вам. Не забудьте дверь закрыть. Хорошо. Ненавижу ночные эфиры. В четырем утра вообще перестаешь что-то соображать. А у меня самый драйв. Света! О, Леша уже приехал. Ну ладно, я пойду. Лен, ты со мной? Угу. Ладно, девчонки. До завтра. Катя, не проспи экзамен. Ой, это выше моих сил. Пока. Пока. Ленка молодец, а Светка дура влюбленная. Ничего, у нее это скоро пройдет. Ты так не переживай. Утром поговоришь с мужем и все у вас нормально будет. Да пошел он. Я его все равно уже выгнала, пусть катится. Тебя подбросить? Не, спасибо, я вон такси уже приехала. Ну, давай, до завтра. Не опаздывай. Ага. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Труп-то хоть криминальный? А фиг его знает. Может, бомжика кочурился. А эта дамочка истерическая уже в пятый раз звонит. Не истерическая, а истеричная. И не звонит, а звонит. Да, дежурная часть. Слушаю, да. Ну, все. С понедельника я в отпуске. На рыбалку поеду. Подписал? Ну, сам не верю. Думал, на майские усиления будет. Ни за что не подпишет. Подошел, говорю, товарищ полковник, ну, войдите в мое положение. Меня жена с тещей убьют. Картошку сажать надо. Сережа. Оно тебе надо? Чего? Жизнью ради картошки рисковать. В каком смысле? Ну, сам же сказал. Жена с тещей убьют. Ха-ха-ха. Так это ж я фигурально. А я думал, по-настоящему. Макс, что, не выспался, что ли? Нет, мужики. Свежая молодая картошечка. Рассыпчатая. Да зеленью со своего огорода. А если еще самогончику тяпнуть, тесть у меня знатную брагу ставит. Ну, да. А потом они тебя вместе с этой картошечкой и сожрут. И с самогончиком заполируют. Кто, Максим Петрович? Жена с тещей. Ха. Ну, увы, Максим Петрович, прямо этот самый, как его, мизоген. Кто? Мизогин. Ну, да. Жена ненавистник. Да нет, Сережа. Женщин я люблю. Просто жить с ними опасно. Это как с ручным крокодилом. Никогда не знаешь, когда он тебе в задницу вцепится. Ха-ха. Ручных крокодилов не бывает. Вот и я про то же, Вова. Не, моя Манька не такая. Дай бог. Только пока не вцепится, не поймешь. Можно всю жизнь прожить с крокодилом, а думать, что она Василиса прекрасна. Любовь зла. Любовь, Вов, в совместной жизни ни при чем. О как. А что ж тогда при чем? Опыт. Ага. Вот пока не научишься людей от крокодилов отличать, лучше не начинать. Здрасте. Ага. Полицию вы вызывали. Как же долго вы ехали. Я второй час здесь стою. Документы. Будьте добры. Какие документы? Паспорт. А, да. Простите, щас. А, да. Простите, щас. Пожалуйста. Так. Ну и где ваш труп? Мой скоро будет здесь с вами, а ваш там, в кустах. Володя. 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 Иди, посмотри. Ага. Самогина Екатерина Михайловна. Прописано в городе Санкт-Петербург. В Москву на ночные прогулки приехали, Екатерина Михайловна. В смысле? А, нет, я просто ехала на такси из Останкина. Он меня высадил, я пошла к парадной, а там в кустах этот лежит. Я подумала, он пьяный, он… Вы тут живете? Я тут снимаю. Я на практике. В парадной? На телевидении. Я на стажировке, щас. Вот. Телекомпания СВЭЛ. Угу. Мы на ЧПГе сидим. На чем сидим? На ЧПГе на шесть. Телецентр, в Питере. Не бывали там? Не бывал. Это около станции метро. Подождите. Макс! Подойди-ка сюда. Угу. Секунду. Ну, чего там? Мертвый? Да мертвей не бывает. Остыл уже. Ёшкин кот. Че это? Он голый? А? Да, походу, у нас на районе маньяк нарисовался. Он в наручниках. Чего? В наручниках, мать вашу. Ты чинят. Задушили. Вон, синий весь. Шея, кажется, порвана. Порвана. Короче, вызывай бригаду с Петровки. Труповозку и участкового. Делается. Вон, видишь, магазин круглосуточный. Надо бы спросить, может, чего-нибудь видели? Ага. И водички возьми. Ага. Возьму. Серега, есть чем оградить? Вроде была лента в машине. Сделаешь? Конечно. Екатерина Михайловна, подойдите, пожалуйста. Можно я не пойду? Я просто его уже видела. Можно. В котором часу вы обнаружили тело? Часов пять. Девушка. Девушка. Приехали. Ой, спасибо. Спокойной ночи. И вам тоже. Квартиру здесь снимаете? Угу. Какую? Однушку. Я про номер спрашиваю. Сто тридцать седьмая. Я правильно понимаю, таксист привез вас к тому углу. Правильно. И от этого угла в темноте топали? Да. Пока шли, ничего странного не заметили? М-м. Пока нас ждали, никого не видели? Никого. Номер такси запомнили? Нет, конечно. Я же заказывала через службу. У них должен быть номер. Какая служба? Кремлевский кучер. Угу. Нас обычно после ночных отпускают в шесть утра, когда метро уже открыто. А тут нас редактор пораньше отпустил. У нас скоро экзамены, а времени подготовиться совершенно нет. Серега. Серега. А? Ты там все огораживаешь. И не тапчи там, слышишь? Угу. Хорошо, Максим Петрович. Все в порядке будет. Не волнуйте. Чего там с ночными сменами-то? Слушайте, я вам все уже миллион раз рассказал. Правда. Вы совершенно меня не слушаете. Ну, все да не все. Кого это? Нас отпустили? Ну, нас с девчонками. Стажерки и секретарши наша Ира. Они с вами ехали? Нет, они поехали к себе домой. Почему вы спрашиваете? Потому что работа такая. Серега, если этот деятель поедет по нашей стороне, скажи ему, чтобы не вдумал поливать. Эй, стой! Стой, 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 стой! А когда вы меня отпустите? Пока не могу. Придется побыть пока здесь. Покойного, конечно, не знали и никогда раньше не видели. Конечно, не знала, но, конечно, видела. Мертвого в кустах. И сразу вам позвонила. Шутить хотите, да? Я спать хочу. Отпустите меня домой, пожалуйста. Я никуда не денусь, честное слово. Номер квартиры вы знаете. А код в парадной. Один, решетка один. Вы можете подняться в любой момент. Я даже разрешаю вам меня разбудить. Идите. Спасибо. Я к вам позже зайду. Угу. Сережа, ну ты закончил? Закончил, Максим Петрович. Все в порядке. Мы ж не проскочим. Максим Петрович. Ну? Держи. Ага. Вот сдача. А где наша свидетельница? Домой отпустил. В смысле, как отпустил? Зачем, Макс? Сейчас бригада из Петровки приедет. Да никуда она не денется. У нее экзамен все данные записаны. Слушай, продавщица в магазе сказала, что видела, как наша барышня с парнем дралась. С каким парнем? Не знаю каким. Говорит, сначала та одна стояла, потом парень мимо проходил. Они с ним поговорили, но она ему и дала. Прям в лоб. В лоб? Ну да, в лоб. Тот упал, говорит. И чего? Ничего, потом встал, пошел. Куда пошел? Ну, говорит, сюда, в подъезд. А тебе сказала, никого не видела. Получается, врет? Получается. Какая у нее квартира-то? Так, сто тридцать и семь. Мэри Гилмурт. Мэри Гилмурт. Сэр! Элэн Фоссер. Сэр! Мэри Спейдер. Сэр! Питер Джонсон. Сэр! Сорри, джентльмены, сорри. Джессики Стюарт. Спокойно. Сэр! Оу, бьютифул. Ай, бьютифул. Ай, бьюзи тудэй. Ай, бьюзи тудэй. Джонасу Ларган. Сэр. Сэр. День добрый. Добрый? Когда он был добрым? Они так убиваются за этим визитом, будто так к нам едет сам Моисей. А, Лидия Арсеньевна, не подскажешься, где тут найти? Я, конечно, мог бы вам сказать, где, но это будет зря. Проще поймать беременную муху на привозе, чем нашу Лидочку здесь. Смешно. Пожалуйста. Хорошего дня. Аналогично. Сергей Викторович, а где наш доблестный полковник Волж? Встречает вторую группу. Ага. В аэропорту. Здравствуйте. You're welcome. Thank you. Hello. Джессика Стюарт. Угу. Джесс, how are you? Джесс, как дела? Hello. Hello. Дайте-ка нам с Джессикой двухместный номер. Или трехместный. Отвали. Хороша пташка. Очень хороша. 402-й мистер Ларкинс. Благодарю. 201-м, кажется, кондей накрылся. 405-й мистер Нэш. Хорошего дня. Это Лидия Арсеньевна. Пожалуйста, проверьте кондиционер в 201-м номере. Да, спасибо. Вот и поймал. Что? Пока не вас. Значит, это вы менеджер по персоналу. С утра была я. Лидия Арсеньева. Она самая. Что вы хотели? Простите, пожалуйста. Лидочка, там мадам Бернар хочет устроить скандал. Требует управляющего. Хочет? Поможем. Я вас слушаю. Моя фамилия Саньков. Я новый менеджер лагиш сервиса. Николай? Верно. А, из московского филиала. Да, да. По распоряжению Вавилова. Совершенно точно. Я… Мадам Бернар. Лидия, мой друг, я не понимаю, почему я должна ехать в другую гостиницу? Я хочу поговорить с управляющим. Увы, мадам, он будет бессилен. Расселение отеля, распоряжение президента, государственная необходимость. Да, ну, прошу вас, мадам, это тайна. Вас переселят за наш счет. Благодарю. Не за что. Оля, пожалуйста, проследи, чтоб ей подобрали гостиницу получше. Да, хорошо. Спасибо, мадам. А где опять Звонарева? Не знаю. Утром была. Лидия Арсеньевна, так я, может… А, секундочку. Опять рыдаешь? А? Я спрашиваю, опять рыдаешь? Нет. Здравствуйте. Меня зовут Николай. Бригадан фюрер, наши грузчиков. Новый менеджер лагер-сервисов. Надежда. Очень приятно. Коля, найдите на ресепшене Юлю Беляеву, она вам все расскажет и приступайте к работе. Хорошо. Николай? Я понял, Беляева. Шустрый. Ну, породай, породай. Ладно уж, легче будет. Да я уже породала. Самый главный вопрос у тебя теперь впереди. Что ты будешь делать, когда он вернется? Он не вернется. Все возвращаются. Это служебный вход. Для персонала. Стафан Ли. Наши сотрудники здесь иногда курят. Смокинг. Но мы категорически пресекаем. Ноу смокинг. Правильно, Лидия Арсеньевна. Так? Яболь, Сергей Викторович. Литс гоу. Плиз. Ко мне как-то сразу двое приперлись. А в это время у меня был третий, так они всю ночь на кухне выясняли, кто из них главный. А при этом жрали водку и не обращали на меня никакого внимания. Мой не такой. Он гордый и сильный человек. Гордые и сильные не бросают женщины произвол судьбы, им такое в голову не приходит. У них в избытке имеется то, чего у твоего и в помине нет. Чего? Ответственности. Так. Согласно законодательству, не ближе пятнадцати метров от здания. Зануда. Мой муж? Очень ответственный человек. Ну, тогда сегодня после обеда развлечешь еще одного ответственного. Кого? Нашего доблестного Уолша. Заика велела. Ну, почему я? А кто я? Стараюсь, чтобы развлекать. Нет, я, конечно, не против, но, боюсь, коллектив не поймет. Вызовут на партсобрание и уволят за аморалку. Тебе же все равно делать вечером нечего. И, как говорит наш милый Писахович, твой Моисей сегодня не вернется. Цель ави. Что я должна буду делать? Стриптиз на столе танцевать. Лидочка. Господи, ну покажешь гер-офицеру Питеру. Я ему сказала, что это наше русское гостеприимство таскаться с иностранцами вокруг Исаакиевского собора. Ну, я не хочу. Сама не хочу. Вдруг он тебя затащит в подворотню и воспользуется твоей неопытностью. Как затащит? Мать моя, ну, ну что ты выламываешься? Старушка тебе такого кавалера подогнала, поблагодарила бы бабушку. Спасибо, бабушка. Молчи. Какая тебе бабушка? А, и вот еще. Держи. Отдашь это ему. А это что? Универсальные ключи от всех дверей и лифтов. Заика велел передать. Лично в руки. Только не потеряй. Колонны Исаакиевского собора не закреплены. Они стоят под действием собственной тяжести. Как не закреплены? Это же опасно. Они стоят, как этот стакан. А стакан не может упасть. И на них сверху давит портик. Да. Вы можете говорить на русском языке. Я знаю русский язык. А почему же вы тогда на собрании… Правила протокола. То есть, вы прекрасно говорите по-русски, а я уже час упражняюсь перед вами в английском? Ну, знаете что, это по крайней мере просто… А почему вы нервничаете? Я? Я не нервничаю. I'm fine. Мне не нравится, как вы себя ведете. Вам не нравится, как я себя веду? И как же я себя веду? Вы каждые две минуты смотрите на ваш телефон. У вас проблемы? Если у вас проблемы, я должен знать, какого рода. Но мои проблемы не имеют к вам никакого отношения. Моя задача обеспечить безопасность короля. Я должен знать. Ой, поверьте, мои проблемы не имеют никакого отношения и к безопасности вашего короля. Если я не пойму причину вашего странного поведения, тогда мне придется сообщить, что ваше присутствие в гостинице нежелательно. Причина моего странного поведения в том, что от меня ушел муж. Когда? Что когда? Когда от вас ушел муж? Вчера. Моя жена тоже ушла от меня. Почему? Она работала в Сетле, а мы жили в Вашингтоне. Я работал в Secret Intelligence. В секретной службе. Охраняли президента? Ну, не только. Яна сказала, что она не может жить с человеком, которого постоянно нет дома. Ну, у нее там карьера, и мы не можем быть в разных городах. А вы? А я что? Я уволился со службы. Стал работать финансером. Но это ничего не изменило. Причина оказалась не в этом. У нее кто-то был? Вы любили ее? Да. А сколько вы были женаты? Восемь лет. Она была такая… смешная. А что вы теперь думаете делать? Экскюзми? Ну, я имею в виду, куда вы денете воспоминания, фотографии, ту жизнь, которая у вас была, и которой больше никогда не будет. Не знаю. Не знаю. А вы знаете? Не знаю. Я только весь день хочу позвонить мужу. И мечтаю о том, чтобы вы от меня отстали. Хочу позвонить ему, услышать его голос. Понимаете? Понимаю. Только ничего хорошего от этого не будет. Почему? Он не вернется. Вы что, пророк? Может быть, он весь день ждет моего звонка. А сам не звонит, потому что гордый. Я позвоню, и все будет как прежде. Хотите, я пойду под эту каленую, которая не может упасть, а вы позвоните. Оттуда мне ничего не будет слышно. Хорошо? А потом я вернусь, и вы мне скажете, изменилась ваша жизнь или нет. Хотите? Хочу. Друзья мои, не растягивайся, не растягивайся. Выходите ближе. Это Исаакиевский собор. Вот мы расстроили практически сорок метров. Мечтал. 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 Простите, я не должен вам делать провокацию. Вы были правы, он совсем не ждал моего звонка. Более того, он испугался, что я позвонила. Что же вы не говорите, я вас предупреждал? Ну, потому что лежачего не бьют. Послушайте, зачем вы за мной пошли? Кто вы такой? Я не хочу делить с вами свои проблемы. Я не хочу перед вами унижаться. Вы можете это понять или нет? Да я понимаю. Я только прошу, чтобы вы говорили тише. А я не хочу тише. I don't want. Я хочу, чтобы вы убрались. Идите вы к черту. Вы в порядке? Да. Нет. Сумка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Стоять! Отлично! Теперь вернём на место! Побули, давай! Я тебе одна не даю! Помогите! Сперва! Пусти! Пусти меня! Пусти! Пусти меня! Всё нормально, всё хорошо! Кажется, что экскурсия получилась, а? Что? Чёрт возьми! Сумка ваша! Спасибо! Спасибо! Это ваше? Из сумочки выпало. Странно. Возможно. У вас тут как в Бруклине? Это называется бандитский Петербург? Да, я изучал информационное русское поле. Вы бы лучше Достоевского с Есениным изучали. Мне осталась одна забава. Пальцы в рот и веселый свист. А почему вы его держали? Я испугалась. Но он мог вам сделать плохо. А где же ваш пистолет? Вы вроде бы секретный агент. В сейфе. На экскурсии он мне не нужен. А у вас очень красивый underwear. Спасибо. Что? Ну, нижний блин. У вас юбка разорвалась. Сильно? От начала до конца. Ну, это, наверное, значит сильно. Я же не могу так идти. Это же просто неприлично. Блин. А что это значит блин? Шит. Оу, шит. Знаете что, вы оставайтесь здесь, а я схожу за машиной. Хорошо? Угу. У меня здесь все. Паспорт, права, кошелек. Даже не знаю, что бы я делала, если бы ее стибрили. Стриблили? Свистнули. Украли. А, свистнули. Куда же я его засунула? А, фу. Вот, это ключ от всех дверей и лифтов. Он в единственном экземпляре Лидочка просила вам передать. Спасибо. А мы что, уже приехали? Да, уже приехали. А вы бывали раньше в Петербурге? Да, я никогда не был. Как же вы нашли мою улицу без навигатора? Очень просто. Я учил карту. И запомнили все улицы? Питер очень простой город. Париж сложнее, Астамбул еще сложнее. Я знаю много городов. Иногда они у меня снятся. До свидания. До свидания. Надя, а? А? А я за вас план. Какой план? Ну, как пройти мимо них в разорванной юбке. Ведите себя естественно. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Наденька. Здравствуйте. Всего доброго. До свидания. Да. Бай-бай. Немец, что ли? А Бог его знает. Ну, все. Спасибо. Извините, домой я вас не приглашаю, потому что у меня дома… Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Наденька. Потому что у меня дома бардак, в смысле беспорядок… How are you? Поэтому я, конечно, не могу… Ой, здравствуйте, Марья Максимовна. Здравствуйте, Наденька. Спасибо вам. Теперь весь дом будет знать, что я вожу к себе иностранцев. А это плохо? Это как посмотреть. Бай-бай. Ой, дымом пахнет. А что-то горит? Не знаю. И вы поэтому не хотели, чтобы я к вам заходил? Самгина и Екатерина Михайловна. Да. Она утром поступила. Есть. Уже перевели на отделение. Мне бы с ней поговорить. Посещение больных до семи часов. Приходите завтра. Антон Павлович, тут Самгиной интересуется. Задушенный? Жить будет. Вы муж? Друг. Друг. Я у себя. Хорошо. Молодой человек! Антон Павлович, подождите. А как она вообще? Повезло вашей подруге. Скажите спасибо тому, кто ей первую помощь оказывал. А то бы к приезду скорой акт составляли. Какой акт? Констатирующий. В общем так, шея цела, позвонки на месте. Воротничок я завтра сниму. Посепит денек и забудет все, как страшный сон. Может какие лекарства нужны? Покой ей нужен. И внимание. Всего хорошего. Всего. Полиция, оперативная проверка. В какой палате Екатерина Самгина? В шестой. Там, там. Оставайтесь здесь. На отделение никого не пускать. Поняла. Здрасте. 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 Простите, я совсем забыла, как вас зовут. Так я и не говорю. Максим. Максим, очень приятно. Как вы себя чувствуете? Ничего, нормально. Только глотать больно, а так вообще. А вы по службе, да? Да нет, просто так. Вот персики принес. Мягкие. Спасибо. Да не за что. А что вы стоите? Вы присаживайтесь. Можно стульчик? А ко мне сегодня следователь приходил. С Петровки, 38. Спрашивала, есть ли у меня враги. И что, есть? Конечно. А у кого их нет? У меня вот приводная лень идя к сладкому. Ясно. Он сказал, что это вы меня спасли. Я сделал то, что должен. Спасибо. Наверное, если бы не вы, я бы… Если бы не я, это вообще бы не произошло. Не надо было вас отпускать. Да вы что? Вы себя не вините, я сама хороша. А вообще, на самом деле, обидно только, что вот с экзаменом я пролетела. Ну, ничего страшного. Позвоним, поставят автоматом. Это вряд ли. Ну, вообще-то вас чуть на тот свет не отправили. А кому это интересно? Сдала, молодец. Не сдала. Все, извините. Я бы им сама позвонила, просто я еще телефон потеряла. Он у нас. Мы его изъяли. Будем проверять. А зачем? Ну, мы же вас не знаем. Вдруг вы сообщница. Ну, я же не сообщница. Екатерина Михайловна. А? Зачем вы меня обманули? Когда? Ну, вы сказали, что стража или труп одна. А свидетели говорят, что вы выясняли отношения с каким-то мужчиной. Максим, я там была одна. Мужчина. Я же вам сказала, что посещение завтра. Тот человек, который пытался вас убить, узнав, что вы живы, непременно попытается сделать это снова. И я не смогу. Ну, мне что, охрану вызвать? Не надо, охраны. Я приду к вам завтра. Отдыхайте. Он еще и без бахил. Деятель. Самый лучший чай – иранский. Но его совершенно невозможно достать. Контрабандный товар. Почему иранский? Я думала, Шри-Ланка. А на Цейлоне растет чай, который заваривают европейцы. Это совершенно не то. Чай надо не заваривать. Его варят. А я думала, варят чифирь и пьют его уголовники. Ой, Господи, Надюш, откуда у вас такие познания? Из детективных сериалов. Ну, ладно. Бог с ними сериалами. Признавайтесь лучше, что у вас случилось. Где Павел? Вы мне там что-то наврали про его командировки. Но я же понимаю, что это неправда. Павел от меня ушел. Вы хотите сказать, что он вас бросил? Ну, 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 не надо, не надо, миленькая моя, не плачьте. Извините. Да, Лидочка. Представляешь, я еще в отеле. У нас тут цирк. Штрехталмистер такую деятельность развел, что к утру мы переименуем Англию в Форт Нокс. Камеры монтируют, замки программируют. На третьем этаже стекла будут менять на пули непробиваемые. Склад уже забит до потолка. Ты лучше расскажи, как у тебя экскурсия прошла. Ну-ка, погоди. Зина! Стоять! Сказала, перезвонит. У нее там ситуация. Так, Зина, вы опять за старое? Лидия Арсеньевна. Я не посмотрю, что вы родственница Михаила Львовича уволю. Я больше не буду, честное слово. Немедленно вернуть все в номера. Хорошо. Тихо-тихо-тихо. Маша, аккуратно, повнимательно. В лифт. Николай, ну куда? Коля! Вода на кухню через центральную не заезжает. Ну, ей же другие двери. Это не на кухню, это они с собой привезли. Как с собой? Зачем? Кто-то из службы охраны личной минералочки захотел. Общественной ему не хватает. Кто конкретно? Понятия не имею. Веленый четвертый этаж. Все, давай в лифт. Вперед. Сергей Викторович. Все согласовано. С кем? Распоряжение мистера Уолша. Черт треворукий. Че встал? Без слышу. Собираем. Ладно, Катя. Давай, давай. Значит, человек, который с вами пришел домой, занимается приездом этого короля. Да. Бывший полковник секретной службы США. Теперь он думает, что я сумасшедшая. Почему он думает, что вы сумасшедшая? Мы зашли домой, на столе фотографии наши с Павлом. Они горят. Он решил, что это сделал, а я… Не понимаю. Почему он так решил? Он проверил замки. Замки в порядке. Значит, никто, кроме меня, в квартиру войти не мог. И еще я сказала ему, что больше всего на свете хочу, чтобы Павел вернулся домой. Надюша, ну кто вас за язык тянул? Вас бросили, как какую-то вещь. А вы посвящайте в это первовстречного. Никто не должен видеть вашего позора. Никто. Почему позор? Павел сам принял это решение. Потому что вы не смогли удержать возле себя мужчину. Он вами попользовался и вычеркнул. А надо было удерживать. А как же? Всеми силами. Угрожать. Умолять. Прятать его документы. Аля герр ком аля герр. Война. Но зачем война? А затем, чтобы победить. И вернуть его обратно. Но он сам скатал. Я тебя разлюбил. Я же не могу заставить его жить со мной. Можете. Можете. И должны. Он меня не любит. Господи, Надюша, ну при чем здесь любовь? Он женился на вас. Обещал поддержку в горе и в радости. Пока смерть не разлучит вас. Чем он там занимается на стороне, никому не интересно. Жену будь любезен содержать. А если ты не в состоянии сделать этого элементарного, то ты не мужчина. Ты дрянь. Да в былые времена за это к барьеру ставили. Марья Максимовна, да я сама. Я сама не смогу жить с человеком, который меня ненавидит. Ненавидит за то, что я не позволила ему уйти к любимой женщине. Мисс Джессика. Меня зовут Адам. Я из компьютерной службы. Это вам. Мсенька. Послушай меня, если я тебя еще раз с ней увижу, я тебя убью. Ты меня понял? М-м-м. 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 М-м. 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 Голапагосский писатель. Ира – секретарь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Катерина, куда пропала? Чего на экзамен не пришла? Это не Катерина. Ира, это Максим. Не подскажете, к кому я могу обратиться по поводу Катиного экзамена? Она вынуждена была срочно уехать в Питер. Да? Записываю. Угу. Нет, все в порядке. Просто забыла, у меня дома телефон. Спасибо. Всего хорошего. Ну, Катька, в Москве у нее знакомых нет. В тихом омоте черти водятся. А кто такие черти? Шеф, можно? Заходи. Какие новости? Наш голый покойник полжизни провел на зоне, его биографии как на ладони? Издеваешься, да? Понятно. Чудо не случилось. А что, чай так и не появился? Нет, последний выпил. О! Печеньки. Можно? Можно. Только зубы не сломай им сто лет. Поехали. Поможешь. Куда? По дороге расскажу. По картотеке он не числится, не сидел, не привлекался, в морг за ним никто не обращался. Я вообще не понимаю, зачем вы сюда припёрлись. Дело его все равно в управление забрали. У нас что с тобой? Оперативное поручение? Ага. Ну, чё, ага. Оперативное? Значит, получается, мужчину… Всего доброго. Которому та девушка, как вы говорите, лоб дала, вы не знаете. Да какой там мужчина? Мальчишка лет двадцати. Так не знаете? Слушайте, ну, лично я с ним не знакома. Заезжает ко мне, пиво покупает. Кстати, мотоцикл у него огромный такой, тарахтит, сил нет. Получается, он где-то здесь живёт? Ну, получается. Макс, дай мне двадцать пять рублей. А где конкретно здесь живёт? Не в курсе? Ну, у меня же здесь не паспортный столб, правда? Это вы полиция, вы разбираетесь, кто где живёт. А если вам это циклист нужен, то это, наверное, Васька. Он в соседнем доме живёт, в шестой квартире. Мне ещё щипец, пожалуйста. Шестой квартире. А ты с ним знаком? Девятнадцать рублей. Нет, мама моя с его тёткой дружит. Тетя Аней, дворничкой. А, вот, держите. Сто. Ничего странного в ту ночь не заметили? Да нет, всё как обычно было. Гаишники только раз десять приезжали, дежурили где-то неподалёку. А у меня вон кофейный аппарат стоит, так они всю ночь кофе заправлялись. Володя! Заедает! Никогда не участвовал в подобных мероприятиях. Главное, мне поработать сейчас, коллектив узнать. А тут этот визит. Знаете, мне, чтоб в Англию попасть, столько геморроя досталось. Жена бросила. Ей-богу, даже не представляете, как так тяжело. Представляю. Понимаешь, даже по телефону с ребёнком не дает общаться. Ужас. Слушай, а может ты мне покажешь прекрасный Петербург, а? А мы что, уже на «ты»? Ну, а чё? Так, впрочем, мы же коллеги. Петербуржцы с трудом переходят на «ты». Ты так старомодна. Сказочный город Питер. Хотелось бы, чтоб показал его тот, кто по-настоящему его любит. Покажешь? Я подумаю. Я ж буду надеяться. Спасибо, Коля. А? Спасибо. Да, пожалуйста. Зина дура. Не могла другого времени найти, чтобы помирить. Генерализмус белел вскрытие делать. А врач говорит, что ничего такого с ней нет, просто инфаркт. Бедная. Управляющий в шоке, орёт мне своим голосом, даже заикаться перестал. Эти весь отель на уши поставили. Веришь, я с утра ни разу кофе не попила. Пойдём в наше кафе. А смысл? Кондитерский цех всё равно не работает. Почему? А они там камеры наблюдения монтируют. В духовке. Почему её пытались убить практически у нас на глазах? Почему не дождались, пока полиция не уедет? Почему? Потому что, Вова, либо она связана как-то с трупом, либо что-то видела, о чём не должна была нам сказать. Так она нам ничего не сказала. Ты же её сам опрашивал. Получается, получается, связана с трупом. Будешь? Нет. А если она его сама грохнула? Здорового мужика голыми руками раздела догола, притащил к подъезду, вызвал полицию, мол, посмотреть, какая я крутая. Ну, зачем тогда она этого мотоциклиста выгораживает, я не пойму. Ну, если бы он видел труп, почему он нас не дождался? Слушай, а может они этого типа вдвоём замочили? Ну, а потом что-то не поделили, но она ему пол выдала. Угу. Вова, Вова. А чё, по-моему, хорошая версия. Крепкая. Молодые люди, вы к кому? Нам бы тетю Аню. Опять мусоропровод забился? Так она к сестре уехала. Сегодня не будет. Секунду. Так бы и сказали. Она одна живёт? С племянником. А что этот Аболтус? Опять что-то натворил? Где мы его можем найти? Вася. Как жизнь? Куда? Ай! Иди сюда! Это не я, честное слово, не я! А кто? Я не знаю, может она сама… Я только подошёл, а он уже был, а я… Как зовут? Имя? Полностью? Савченко, Василий Игнатьич. Вы не убивайте меня, у меня мать не переживёт. Чем занимаешься, Василий Игнатьич? Ничем. А на что живёшь? Мобильники у прохожих тыришь, Вася. Нет. Я мотоциклы ремонтирую. Вы меня убьёте, да? Я… Я ей говорил, не надо ментов подавать. Она всё равно, я её просил, не надо! Дура, блин! Да не ной, ты давай рассказывай подробно. Ну, не знаю, говорю же, я только подошёл, а… А вы бандюки, да? Вы, вы, потому что она ментов навела. Так я знаю, где она живёт, я покажу. Хороший мальчик. Угу. Паспорт есть? Да-га. Давай вставай, Вася. Не убивайте! Пожалуйста, не убивайте! Я не виноват! Я ей Богу не давал! Почему живёшь не по прописке? Так, армия у меня загребсти могут. Значит, бегаемая тётка помогает. У меня мать больная, ей уход нужен. Угу. Дистанционно, да? Пришёл к подъезду, увидел труп. Что было дальше? Быстро! Быстро. Сейчас. Значит… Значит, я на дорожку завернул, где кусты. А он в кустах. А она около. Она на корточках сидела. Во сколько завернул? Я не помню. Ну, ты вспомни. В два, в три часа. Приблизительно хотя бы. Начало пятого. Точно. Точно. Она мне говорит… В полицию звонить надо. А у меня батарейка села. А я говорю… Какие менты, дуры. Они тебя загребут, даже разбираться не станут. Уйти хотел. А чего ж не ушёл? Ну, так она вцепилась в меня. Как так вцепилась? Даже разбираться не станут. Стой! Телефон дай. Я занималась восточными единоборствами. Дёрнешься, руку сломаю. Понял? Вот даёт, свидетельница. Зачем ты ей нужен был? Так ментов ждать. Она говорит, одна боюсь при трупе. А в лоб за что дала? Назвал я её. В каком смысле? Ну, по-матерному. Ай-яй-яй-яй-яй. Да она ж не девка, ниндзя, говорю. Вон рука болит до сих пор. Дальше что было? Сказала, как приедут – катись. Они не ехали. Как мигалки увидели, она меня сразу отпустила. Обещала про меня ничего не говорить ментам. И ведь не сказала, Макс. Не сказала. Стоять! Теперь понятно, почему этот тип её в подъезде ждал. Потому что рядом Василий Игнатьевич болтался. А двоих валить с него резона не было. И этот ещё на мутации. Клещи его потом, чтобы горло перерезать. Как горло? Пожалуйста, не надо горло. Я же говорю, я невиновный. Я говорю ей, что не надо ментов звать. Да успокойся ты, мы есть менты. Значит так. Вот тебе мои фамилии и адрес отделения. Придёшь пять завтра, найдёшь меня. Зачем? Затем протокол подпишешь. А не придёшь, я твоей тёте Ане устрою счастливую жизнь по линии участкового. А тебе приключений по линии военкомата. Понял? Понял. Сообразительный. Слушай, одушитель наш за Васей потом не пришёл. Ясное дело, не пришёл. Иначе мы бы с ним не разговаривали. А мог. Значит, Савченко ему не нужен. О чём это говорит? О чём? О том, что Самгина видела то, чего не видел Савченко. И видела она это до того, как тот пришёл. Логично. Значит так, Вова, ты давай в ГАИ, узнай, что ГАИшники здесь ночью делают. А меня в больницу к Сангиной закинешь. Спасибо. Писахович гений. У него в коптёрке электроплитка. Лидия Арсеньевна, вы у себя? Принесла нелёгкая. Лидия Арсеньевна! Я здесь. Михаил Львович. Где Вас носят, чёрт подери? Где Татарутнев? Почему? Я никого не могу найти. Здравствуйте. Сергей Викторович, насколько мне известно, общался с полицией по поводу Зины. А сейчас на складе. Принимает пули непробиваемый хрусталь. Проводите майора на технический этаж. Он вместе с господином полковником должен осмотреть его. Сожалею, но у меня срочное дело в кондитерском цехе. Проблемы с пятичасовым чаем. И что? Вы что? Вы что, мне предлагаете ползать по чердакам? Ни в коем случае. Надежда проводит. Она прекрасно знает дорогу. Да, Надежда? Я? Проводит. Конечно. Вы хотите осмотреть что-то ещё, кроме технического этажа? Нет, мэм. Это для наилучшей дислокации снайперов. Поняла? Дислокации снайперы. День добрый. Здрасте. Так. Выписал я вашу Сангину. Как это? Выписал. А куда мне её девать? У меня тут не санаторий. Её нельзя выписывать. У нас нет возможности её охранять. Это ваша проблема, товарищ полицейский. Друг. Она же питерская. Вот и отправьте её в Питер. Пусть кому надо, её и охраняют. Она вполне здорова. Как только станет известно, что она жива, её сразу убьют. Ну я-то здесь при чём? Я же возле неё с берданкой всё равно сидеть не буду. Кто из нас правоохранительный орган? Я правоохранительный. Ну вот и охраняйте. Екатерина Михайловна. Ой, здравствуйте. Здрасте. Вы не бойтесь, я не буду вас спрашивать, почему вы ввели в заблуждение следствие. Кстати, вашего соседа мотоциклист я уже нашёл. А я и не боюсь. Я знала, что вы его найдёте. Почему знали? Потому что вы умеете искать и находить. У вас-то прямо вот здесь написано. Зачем же вы его покрывали? У вас с ним что, отношения? Нет. Просто уж больно, вид у него был несчастный и маму его жалко стало. Ясно. Значит, вас выписали. Да, вот сейчас домой поеду. Домой нельзя. Но в Питер можно? И в Питер нельзя. Почему? Вас может найти убить. Второй раз он не ошибётся. А почему вообще он должен меня искать? А почему он пытался вас задушить? А куда ж тогда мне теперь можно, Максим, как и вас по отчеству? Петрович. Максим Петрович, куда же мне теперь? Разве что в тюрьму посадите? Подальше от посторонних глаз? Не могу. Прокурор санкций не даст. Вот видите как, кругом одни проблемы. Да. Ну, здесь у меня никого нет, а в Питере у меня подруга лучше, я бы могла у неё пожить. Надежда Звонарёва? А, вы в телефоне посмотрели, да? Три пропущенных, кстати. Вот надо бы ей перезвонить. Наверняка волнуется, переживает. А этот писатель, Голупогоский. Что с ним? Тоже ваш лучший друг? Нет, я просто брала у него интервью. Он написал роман, очень интересный, из жизни крокодилов. Что? Правда, там у него люди, которые на самом деле не люди, а крокодилы. И в финале они, значит, съедают главного героя, и его кости хрустят у них на зубах, а запах гнили — это последнее, что он вообще слышит в своей жизни. Очень интересно. Познавательно. Всё в порядке? Да. Да. Всё в порядке. Макс! Здрасте. Вы никуда не уходите? Хорошо? Да. Я сейчас. Ну что, удалось чего-нибудь выяснить? Да, слушай, у гаечников было усиление. Ловили угонщиков, стояли по всему району. Я поговорил с экипажем, который дежурил в эту ночь, ну, возле того места, где мы нашли труп. Они сказали, ничего подозрительного не видели, но в метрах ста от них в начале пятого развернулась машина и заехала во двор. Но под ориентировку она не попадала, поэтому за ней не поехали. Сечёшь? Секу, секу. Везли труп. Увидели, что повсюду гайцы и сбросили его в первом попавшемся дворе. Точно. Видимо, Самгина видела, как загружают труп. И поэтому они её и придушили. Всё просто. Просто да не просто. Ладно, Вова, ты давай в отдел и прикрой меня, если что. Я сегодня не появлюсь. Если я придумаю, куда вас деть, вы сможете тогда задержаться в Москве? Вы это серьёзно, да? Серьёзно. Отвезу вас к себе на дачу. Хоть отдохнёте. Ну, это неудобно. У вас же там семья. Как я там буду? Семья на другой даче. Сколько же у вас дач? Две. У меня и у родителей. Там вы будете в полной безопасности. Гарантирую. А мы куда приехали? Максим Петрович, куда вы меня привезли? Вы же говорили, что мы поедем к вам на дачу. Да, это и есть моя дача. Привет, Макс. Привет. Здравствуйте, девушка. Здрасте. А почему шёпотом? У нас в радиусе трёх домов не наблюдается спящих владенцев. Если, конечно, мой сын не успел завести Онова. Мама. Познакомься с Эмгиной Екатериной Михайловной. Боже, как официально. Проходит у нас следителем по делу. Она из Петербурга, так что пока поживёт у меня. Екатерина Михайловна, проходите. Впрочем, я здесь не хозяйка. Макс, приглашай. Татьяна Ильинична. Очень приятно. Ага. Проходите. Екатерина Михайловна, а вы любите розы? Я больше ландыш. Но они в красную книгу занесены, поэтому… Да. Да. Ага, ага. Мама, ты почему не позвонила и не сказала, что приедешь? А почему ты неделю вообще не звонил? Я был занят. Ага. Катя, не стесняйтесь, проходите. Я вам сейчас всё покажу. Там кухня, там бильярд. Вы играете в бильярд? Ну, не то чтобы, но так… Ага, понятно. Вы не волнуйтесь, я скоро уеду. Макс, а Катя будет жить на втором этаже? Мама, Катя будет жить там, где она захочет. Дай сюда. Ага, понятно, отлично. Вон там бассейн, а в нём джакузи. Макс покажет. Макс, ты же покажешь. Если Катя захочет, конечно, покажу. Ага. Я бы в этом джакузи жила. Или джакузи — это он. Не знаете. Ой, дурацкая привычка. Я педагог по русскому языку всё время думаю, правильно, неправильно. Как будто в тетрадке проверю. Вот там у нас холодильник. Мы в нём морозим лёд. А вы любите пить со льдом? Да, я очень. Я… Я везде. Даже в кофе добавляю. Ага. Ну, что с вами делать? Вы абсолютно наш человек. Мама. А? Тебя пора уезжать. А вы не обращайте на него внимания. Пусть он там бухтит столько, сколько ему хочется. А вы располагайтесь. Что у вас с горлом? Позвольте. Её пытали задушить. Боже мой. Как, как, как задушить? Я не могу тебе всё рассказать. Это ерунда. Скоро пройдёт. Не можешь рассказать, так не рассказывай. Прекрасно понимаю, что ты не можешь сейчас мне всё рассказать. Зачем ты приехала? Мне нужно с тобой поговорить. Отец переживает. Я не буду с ним разговаривать, мама. С ним ты можешь не разговаривать, но мне необходимо с тобой поговорить. На две минуты. Катюша, располагайтесь. Жду тебя наверху. Максим, это же по меньшей мере не серьёзно. Ты должен с ним поговорить. Мама, я никому ничего не должен. Меня его дела не интересуют. Сколько можно повторять? Мама, ты можешь просто поговорить. Нет. Он взрослый человек и значит, что я не буду плясать под его дудку. Я не хочу иметь с ним ничего общего. Он всё-таки твой отец. Мама, мы закончили. Кто эта девушка? Я же сказал, свидетельница по делу. Её нужно где-то передержать. Что значит передержать? Она что, собака что ли? Сколько она здесь пробудет? Я большой мальчик. Ну, хорошо. Ну, хорошо, хорошо. Ну, просто ты раньше никогда не приводил сюда свидетельниц по делу. Если, конечно, я правильно их так называю. Предыдущая свидетельница по делу была тобой передержена в бабушкиной Хрущёвке. Стоп! Это не то, что ты думаешь. Боюсь, что это совсем не то, что ты думаешь, сынок. Простите, но я тут всё слышу. Я не виновата. Дверь сама открылась. У вас сквозняк… Если открылась, можно было и закрыть. Нельзя было закрыть. Она бы заскрипела, и вы всё равно подумали бы, что я подслушиваю. Это не так. Умная девушка. Берегись, сынок. В смысле? Нет, ваш сын, он в полной безопасности. Не переживайте, я вообще не сплю ни с пожарными, ни с полицией, ни даже со службой газа. Наш человек. В смысле? Давай. И вообще, я замужем, между прочим. Да. И мой муж прекрасный человек. Врёте. Я видел ваш паспорт. А, что там штампанит. Так это просто мы, ну, в гражданском браке. И этот гражданский брак вам ни разу не звонил. С чего вы взяли, что он мне ни разу не звонил? Он мне, может, уже вообще весь обзвонился. Вы забыли? У меня ваш телефон. Я, пожалуй, поеду. А то отец там один. Сегодня вернулся. Кстати, из Питера. А вы тут разбираетесь, у кого есть муж, у кого нет. У моего сына нет мужа. Это я точно помню. Катюш, я надеюсь, вы к нам заглянете. Все непременно. Давай, провожай маму. Мистер Уолш, я хотел бы просить вас прощения за то, что вчера я вела себя несдержанно. Как правило, я этого не делаю. И кто угодно из служащих подтвердит вам, что я всегда стараюсь вести себя корректно. Отличная речь. Дверь на технический этаж всегда закрыта. Мы редко ею пользуемся. Мы это кто? Служба портье. А ключи всегда у вас? Ключи всегда у нашей охраны. Здесь дверь на чердак, там еще одна лестница. Чтобы попасть сюда, нужно разрешение. Вы позвольте, я открою. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, господин полковник. Ну, нужно выяснить, кто сюда поднимался. Окей. Хорошо, сэр. Интересно. Где эта чертова трезония? Ну как прошло? Пулемет на крыше уже установили? Лидочка, вы зачем на чердак ходили? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я что, теперь по двадцать пять часов в сутки должна работать? Галь, ну я же не виновата, что Зина умерла. Галочка, мы заплатим вам бананку. Не волнуйтесь, пожалуйста, мисс Тюар. Надя, там американка, кажется, в номер попасть не может. Переведи. Надежда Звонарева, служба портье. Я сильно извиняюсь, но нет ли здесь самой наилучшей начальницы службы портье за последние сто лет? Ясно, мисс Тюар. Хорошо, мисс Тюар, я сейчас подойду. Да она же здесь. И я сильно рад ее видеть. В королевском номере рабочие порвали обои. Как порвали? Ну вот, тянули кабель и порвали. Господи. Семен Иронович, что вы хотели? Вы видите у меня завал. Я вижу ваш завал, только не понимаю, при чем тут завал, когда я вас вовсе о нем не спрашиваю. Эти обои, их делают только на заказ. Ах, боже мой, при чем тут обои, когда я пришел поговорить вовсе за шиной? Ну, какие шины? За рубежного производства. Чудные, зимние шины и совершенно новые. Я ничего не понимаю, вы продаете шины? Помилуй бог, как можно продавать такие прекрасные шины? Я бы сам их купил у кого угодно, если бы они уже не были моими собственными. Вы бредите. Типун вам на язык, моя девочка. Что такое с вашими шинами? С ними все в порядке. Дай бог здоровья человеку, который смастерил такие прекрасные шины. Но я никак их не могу получить, хотя это мои родные шины, купленные за мои кровные деньги. И где справедливость, спрошу вас? Послушайте, Сема. Это вы меня, девочка, послушайте. Если бы к нам приехал Моисей, Писахович понял бы все. Писахович первый бы сказал, плевать я хотел на эти шины. Пусть они сгниют на этом складе, но Моисей к нам так и не приезжает. Так почему я должен страдать за чужого африканского дядю, словно за Моисея? Семен Ароныч, ну мне правда сейчас некогда. Мисс Сюарт. Мисс Сюарт. Мисс Сюарт. Так вы сломаете дверь. Что случилось? Мисс Сюарт. Мисс Сюарт, но это не ваш номер. Да, но он закрылся и не пускает меня. Адам, открой, нам надо поговорить. Адам, я люблю только тебя. Слышишь? Что случилось? Адам увидел нас с Джонатаном и решил, что я его не люблю. Он такой ранимый, он убьет себя. Вы должны меня туда пустить, но я не имею права. Мистер Нэш. Пожалуйста, откройте. Нет, я не открою дверь. Уходите. Мисс Сюарт. Открой дверь. Мисс Сюарт. Мисс Сюарт. Мисс Сюарт. Джессика, стопай, Джессика, прекратите. Джессика, стопай. Прекратите. Вы рехнулись. Надя, вы свободны. Спасибо. Ши-ми. Сё-ма. Если кругом такой дурдом, спрашивается за что? Ты, Сахович, должен страдать в отсутствии шин, которые оказались на складе. А что, ваши шины на складе? Девочка, я вам толкую об этом, уже битых полчаса. Там, куда спецслужбы носят свои секретные хреновины? Я знал, что она меня поймет. И она меня поняла. Как ваши шины оказались на складе? Оставил. Оставил, не подозревая о том, что на землю Гоги и Магоги, пожалуй, такой важный иностранец. А какого черта они вам понадобились сейчас? Когда до зимы еще полгода? Я продаю. Вы говорили, что не будете продавать шины. Я продаю машину вместе с шинами. Ах, черт бы вас побрал. Так минутное же дело. Мы приходим на склад. Вы, Чик, открываете дверь, я вжик забираю свои шины. А потом мистер Уолш, Чик, и я в наручниках. Где они? Там. На чем же вы будете ездить? На новой, пропадя напропадом. И лучше вам не спрашивать, сколько она стоит. Как говорит моя жена, если есть миллионщики, которым все равно, сколько стоит их машина, то у нас еще не все дети. Выучены. Сергей Викторович, да исчерпали мы уже все ресурсы по площади. Да там смотреть вообще бесполезно. Не горячись, Коля. Вот и эти стеллажи тоже можно задействовать. Скоро второй склад придется задействовать. Так. А это что такое? Шины? Чьи? Понятия не знаю. Так, Коля, давай-ка их уберем отсюда. Сергей Викторович, да что вы будете пачкаться? Я дам команду, и ребята уберу. Ну, пойдемте на второй склад лучше. Молодец. Как мы это потащили? Пусть девочка не волнуется. Главное выкатить их за дверь. Ой. Семен Дароныч, это ваше? Что говорите? Это ваше? Нет. Так. Туда и ход, мистер Волж. Ой, что это? Пистолет. Наденька, для чего он вам? Не хотите? Нет. Ну, тогда спрашивайте. А вы кто? Полицейский. А дом это чей? Мой. Вы его получили в качестве взятки. Смеетесь? Я обычный полицейский из обычной дежурной части. Тогда откуда у вас такой дом? Мой папа очень богатый человек. Угу. Значит, этот дом принадлежит вашему отцу? Нет. Этот дом принадлежит мне. Он мне его подарил. Тогда из-за чего же вы поссорились? Вот как раз из-за него мы и поссорились. Вы, наверное, хотели особняк побольше, да? Мне его дома не нужны. Мне вообще от него ничего не нужно. Угу. Тогда зачем же вы себя утруждаете? Жизнью в этом доме? Да я, в общем-то, здесь и не живу. Так иногда бываю. Ну, что вы врете? Я же видела, там газеты лежатые. Самые старые из них трехдневной давности. Вы чего ко мне пристали, а? Почему вас волнует, живу я здесь или не живу? Да меня не волнует. Просто вы очень грубо разговаривали с вашей мамой. А с отцом вы вообще не хотите общаться. Вот я и подумала, что он у вас по меньшей мере вор в законе. А он всего лишь навсего миллионер. Он бизнесмен. А я не хочу быть бизнесменом. И миллионером, кстати, тоже. А вас заставляют, да? Что? Ну, быть миллионером. Мои родители считают, что я занимаюсь не своим делом. Я ловлю жуликов. Мне это нравится. И я умею это делать. И при этом живете в доме, который вам купил ваш отец. И я его ни о чем не просил. Когда я отказался принять этот дом, был жуткий скандал. Отца увезли в больницу с сердечным приступом. А мама сказала, что я неблагодарное чудовище. Это она настояла на том, чтобы я подписал бумаги. И я подписал. И теперь вроде как я ему обязан. А я не хочу быть обязанным никому и никогда. Ясно? Какая гадость. А вы знаете, вы ведь уже было произвели на меня впечатление вполне себе порядочного человека. Но ничего, бывает. Постойте. Это в чем же я непорядочен? Да в том, что вы во всем обвиняете своих родителей. Что они, изверги и силы заставили вас жить в этом дворце. А вы такой весь из себя благородный и жуликов ловите. Я разве назвал их извергами? А разве вы не сказали, что они вас заставили взять этот дом? Да не в доме дело. Мой отец уверен, что если я не хочу с ним работать, то я ни на что не гожусь. А вы не хотите или не можете? Ладно, извините, я, наверное, лезу не в свое дело. Просто, вот одно я знаю точно, что уметь быть обязанным, это очень человеческое качество. А мы во всем обязаны нашим родителям. И даже если они нам не дарят такие дома, все равно они нас любили, они нас растили, продолжают любить. А мы им ничем не обязаны. По-моему, это просто свинство. Свинство. Вы решили меня перевоспитать? Нет. Мне кажется, что в вашем случае уже поздно. Да и не нужно. Это или абсолютное недоразумение, или чудовищная провокация. Товарищ из органов, я уверяю вас, что эта вещь не имеет ко мне никакого отношения. Возможно. Написали? Да. Семен Аронович, а покрышки имеют к вам отношения? Такие имеют, будь и не проклятые. Если бы я знал, что какой-то негодяй засунет в них свою мерзис. Пока можете быть свободны. Спасибо. А я? Мне не нравятся истории, которые происходят вокруг вас. Может быть, вы думаете, что я террористка? Сразу отправите меня в Гуантанамо. Для этого пока нет останбания. И на том спасибо, господин полковник. Катюша? Нет, это Максим Вавилов, капитан полиции. Я хотел с вами поговорить по поводу Екатерины Михайловны. А что с Катей? Ну, сейчас уже все в порядке. Что значит сейчас все в порядке? На нее было совершено покушение. Она в больнице? Нет, не в больнице. Где она? Когда вы сможете со мной поговорить? Я смогу с вами говорить. Я заканчиваю в одиннадцать вечера. Хорошо. Я перезвоню? Конечно. Всего доброго. Что-то случилось? Моя подруга в Москве, кажется, попала в какую-то переделку. Куда попала? Не знаю. Вляпалась в историю. Звонились в полицию. У них ко мне какие-то вопросы. Как интересно. У нас к вам вопросы. У вашей полиции тоже вопросы. Интересно. Послушайте, ни к приезду вы увеличите. У них к пистолету это уж точно никакого отношения не имеет. Это просто совпадение. Извините. Мне нужно работать. Как зовут вашу подругу? Катя Сумкина. А где она работает? На телевидении. Как назвался человек, к которому вам звонил? Я не помню, кажется, капитан Максимов. Звонил с ее номера. Благодарю. Я не верю в совпадение. Если у вас опять случится совпадение, позвоните мне. Можно обойти? Господин полковник, милости прошу. Помешал. У вас в Америке не курят. Вот и нам в России приходится делать вид, что мы тоже не курим. Можно курить? Спасибо. Надо бросать. Капли никотинов убивает лошадь. Пришли поговорить за пистолет. Пардон, я еще не очень понимаю, а что значит за пистолет? Простите, я хотела сказать про пистолет. Но я действительно понятия не имею, кто подложил его в шину Писаховичу. А кто был на чердаке, знаете? На чердаке? Дверь на чердак сегодня была открыта. Да что вы говорите? Хотите конфет? Благодарю. Так что насчет чердака? Я не знаю, что вам сказать, мистер Уолш. Правду. А где вы учились русскому языку? На работе. Понятно. Ну и почему вы не хотите говорить? Потому что вы мне все равно не поверите. И вообще, почему вы решили, что я что-то знаю? Мадам, я профессионал, а ваша Надежда плохой конспиратор. После чердака она сразу побежала к вам. Я изучил до сих. И там сказано, что она получила работу благодаря вашему. Как это? Патронажу? Протекции. Yes. Значит, вас связывают не только деловые отношения. Сюда, по моим наблюдениям, вы дружите. Так что она вполне могла вас закрывать. Прикрывать. Кстати, а кто вас познакомил? Марья Максимовна, ее соседка. Она знает Надюшу с детства. Проходите, милая моя, проходите. Я вам печенье принесла, ваше любимое. Ой, как угодили. Спасибо. Голубушка, а почему у вас такой вид, словно вы за дверью доедали лимон? Нет, не доедала. Или я ужасно выгляжу. Лидочка, ну что вы пугаете ребенка? Присаживайтесь, Наденька. Это Наденька, моя соседка. А это Лидия Арсеньевна. Она работает в гостинице «Англия», что на Исаакиевской площади. Я знаю, это там, где Есенин. Нет, 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 нет. Это не у нас, это к соседям. У нас никогда никто ничего подобного над собой не совершал. Правда, признаюсь, я грешна. Иногда подумываю сделать тебе харакири. Особенно, когда заезжает японская группа. Лидочка, голубушка, у нас Надюша осталась без работы. Ее недавно уволили из банка. Вы не могли бы посодействовать ее трудоустройству? А кем вы там были? Надеюсь, банкиршень? Нет, операционисткой. А за что же вас уволили? А Наденька отказалась делать левые платежки. О, честные люди нам нужны. Нынче это такая редкость. А через неделю я устроила ее службу портье. А на чердаке ворона. Простите. Я кормлю ворону. На днях ее сбила машина у входа, сломала крыло. Я перенесла птичку на чердак. Иначе бы ее кошки сожрали. И это все? Все. Откуда у вас ключи от чердака? Если вы читали досье, то знаете, что в этом отеле я работаю уже 20 лет. Но по инструкции ключ должен быть у начальника охраны, господина Трутнева. Возможно, господин полковник вас это удивит, но в России инструкции не всегда пишутся для того, чтобы их соблюдали. А на чего пишутся? Чтобы было. Да? Простите, мэм. Господин полковник. Датчики зафиксировали движение на королевском этаже. Надя, льет? Как из ветра. Хорошо, я зонтик прихватил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клэр, чисто? Клэр, чисто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мария Максимовна! Мария Максимовна, это Натя! Откройте, пожалуйста! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мария Максимовна! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Телефон. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Кто там шлялся? Наши или русские? Мы не установили, сэр. Датчик зафиксировал только движение. А камеры? На них ничего нет. Как нет? Там что, ходило привидение? Возможно, он попал в слепую зону. Еще не все камеры установлены. Мимо вас кто-нибудь мог пройти незамеченным? Нет. Это исключено, сэр. Оставайтесь на месте. Я сейчас приеду. Надя, вы в порядке? Что случилось? У меня в квартире мертвец. Ой, извините, пожалуйста. Дверь открыта. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Можно? Что? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Оставайтесь здесь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Крокодил умный и коварный охотник. В ходе эволюции он стал самым опасным животным для человека. Ежегодно в его пасти гибнет больше. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, как вы? В порядке? Угу. Тогда надо зайти. Я не пойду. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нас здесь не надо сидеть. Дайте руку. Надо вызвать полицию. Там же труп. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Но там нет трупа. Как нет? Ну, нет. А человек на люстре? Нет. Это не человек. Вот что висело на вашем люстре. Он был привязан этой веревкой? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А чем он набит? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я думаю, газетами, но это не самое интересное. Самое интересное – вот это. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мужа, а чем вы можете это объяснить? Ничем. А кто мог войти в дом? Никто. У кого есть ключи? Только у меня и у Павла. А ваш муж их вернул, когда вы расстались? Нет, не вернул. Ваши родители погибли давно? Что? Вы простите, я читал ваше досье. А, 12 лет тому назад. Как это произошло? Автокатастрофа. Они ехали утром на дачу и врезались в грузовик, который неожиданно выскочил на дорогу. Эта квартира принадлежит вам? Послушайте, какое отношение моя квартира имеет к этому чучелу? Если бы не приезд этого вашего гребаного короля, если бы не его везет... Я прошу, чтобы вы отзывались о его величестве с уважением. Да плевать я хотела на ваше величество. Плевать на короля? Запрещено. Слушайте, а что вы прицепились ко мне с этим королем? Вы что, думаете, я не знаю, что у вас одна мысль на уме? Вы же хотите, чтобы меня уволили, потому что вам, видите ли, не нравятся истории, которые происходят вокруг меня. Вам самой нравится? Нет. А почему вы мне позвонили? Потому что мне больше некому звонить. У меня никого нет, кроме Лидочки и Марья Максимовна. Но она мне даже дверь не открыла. Вы промокли? Мое мышиное колесо спустилось, и пришлось идти пешком. Вы замерзли. Это не важно. Снимайте штаны. Зачем? Я дам вам штаны моего мужа. Нет, спасибо. У вас есть, как это, эрдрайвер? Фен? Да, есть. Прямо по коридору направо. Направо. Ага. Мистер Уолш, вы уже одеты? Да, уже одет. Мистер Уолш, можно я выброшу этот чучело, а то он у меня действует на нервы? Нельзя, я его заберу с собой, если хотите. Хочу. А вы хотите макарон? Макарон? Это такая русская паста, с сыром или с кетчупом, просто у меня больше ничего нет. Ну, хочу. Хотите чаю? Да, спасибо. Есть мед, лимон. Прекрасно. Максим, вы меня простите за резкость сегодня. Просто, по-моему, у вас очень хорошая мама. Все нормально. Сам виноват. Чай. Спасибо. Катя, вы должны рассказать мне по пунктам свою жизнь, начиная с того момента, как приехали из Петербурга в Москву. Желательно вообще по минутам. Ну, по минутам, боюсь, не получится. Я же дневник не вела. И давайте тогда сразу перейдем на «ты», ладно? Потому что обстановка как-то не располагает к церемониям. Да, давай. Давай на «ты». Спасибо. Хорошо. Начнем по порядку. С кем ты общалась? Например, в Останкино? Да я больше слушала и смотрела. У меня же там ни друзей, ни дел особых. Только учеба. Ну, а девушки, с которыми-то была на практике, никуда вместе не ходили. В тусовки, ночные клубы. Практика, дом. Дом, практика. Все. И на свидание не ходила? У-у-у. Ах, да. У тебя же муж. Гражданский муж. Замечательный, прекрасный человек. Да-да-да. Точно, муж. Мне же в день перед нападением как раз Ирка, наша секретарша, жаловалась на мужа, что ей подбросили фотографию, где он с любовницей. Только какое это может иметь отношение ко мне? Ну, думаю, никакого. Угу. Хорошо. Забирайте чай. Покажу вашу комнату. Твою. Ну, мы же на ты. Твою. Я не знаю, принято ли воспринимать гостей на кухне, но в комнате как-то неприятно. Не хочется лопать рядом с покойником. Это еще дедушкин, он привозил часа отовсюду. А вы умеете тереть сыр? Сыр? Да. Это очень просто. Вот так, мистер Уолш. Меня зовут Денис. Можно, Дэн? Так, меня зовут друзья. А меня зовут Надя. Очень приятно, Дэн. Это макароны, российские, в них почти нет калорий. Можно слопать сколько угодно. Моя жена всегда читала калории. У нее, как это по-русски, идея, которая навязывалась. А, это навязчивая идея. Угу. Ух ты. Здорово. Ну, кажется, готова. Да. Отлично. Да. Она считала калории даже в зубной пасте, салате, майонезе, кофе. А хотите кофе? Вы знали про ворону? Нет. То есть, да. Но Лидочка рассказала мне об этом только сегодня утром. Честное слово. У вас здесь существо из инструкции. Значит, пистолет на складу мог принести кто угодно. Прошу. Ну, вот. Ух ты. Как-то так. Да. Я бы хотела превратиться в спящую красавицу и проспать здесь целую вечность. Ну, спокойной ночи. Максим. Да. Ты знаешь, мне не покидает ощущение, что я где-то уже видела этого мужчину. В смысле, ну, того, которого убили. Вот я точно помню, что я где-то его видела. Причем совсем недавно. А где? Вот вообще вспомнить не могу. Знаешь что? Напиши имена и фамилии всех, с кем общалась в Останкино. А может, это и ваши принесли пистолет в отель? Наши прошли жесткую проверку. Зачем Писаховичу нужен пистолет? Мы получили информацию, что в гостинице готовится провокация. Провокация? Зачем? Ну, требования могут быть разные. Например, демонстрация силы. Демонстрация силы? В каком смысле? Представьте себе, что вы боевик и что вы воевали в Афганистане. Ираке, Боснии. Просто так убивать вам надоело, и вам захотелось сделать экстремизм своим бизнесом. Но чтобы вас приняли в клюб профессиональных террористов и дали денег, нужно себе зарекомендовать сделать так, чтобы весь мир вас узнал. Убить короля? Ну, например. Или угнать самолет, или расстрелять школы, или взорвать бомбу на вокзале. Ужасно. Да. Ужасно. Поэтому, когда я уйду на пенсию, я устрою себя паризским таксистом. У меня будет французский бульдог, синий перец, трубка. Бульдог будет сидеть на переднем сиденье и будет со мной разговаривать на французском языке. Как вы, месье? Собав ям? Собав ям? Собав ям? И так мы будем ожидать наших клиентов у комедии французского, а потом мы повезем их по всему Парижу. Здорово. Я никогда не была в Париже. Но, в любом случае, в нашем отеле нет боевиков, которые мечтают сделать терроризм своим бизнесом. Есть. Вы кого-то подозреваете? Да, полковник Уолш. Сэр, мы снова зафиксировали движение на этаже. Вы установили, кто это? К сожалению, нет. Я сейчас приеду. К сожалению, кофе отменяется. Мне надо в гостиницу. Вы не знаете, как заказать такси? Вы что, меня бросаете? Один на один с этим пугалом? Я сегодня здесь не останусь. Я вас отвезу. Мы сразу осмотрели весь этаж. Никаких следов. Номера проверяли? Да, сэр, никого. Сначала прошел один. Вижу. А через 22 секунды... Второй. Надо вызвать управляющего, сэр. Возможно, есть комнаты, о которых мы не знаем. В 6 утра? Возьмите себя в руки, майор. Да, сэр. Возьмите себя в руки. Туда и ход, мистер Уолш. Уай. Пистолет. И вы поэтому не хотели, чтобы ярка вам заходил? Если я не пойму причину вашего странного поведения, тогда мне придется сообщить, что ваше присутствие в гостинице нежелательно. Причина моего странного поведения в том, что от меня ушел муж. Я сварила вам кофе. Экскюзми. Я принесла вам кофе. Откуда у вас такое богатство? Ресторан еще закрыт. Это секрет. Тайная кухня господина Пайсаховича. Я профессионал, мэм. Это точно. Вы пьете кофе с кофеином? Пью. И с сахаром. Пожалуйста. И со сливками. Пожалуйста. А почему вас бросила жена? Только из-за работы или вы ей изменяли? У нас не принято. Что не принято? Изменять же нам. Да бросьте вы. Лучше развестись. Во-первых, существует общественное мнение. Во-вторых, карьера. А в-третьих, суды. Если изменяешь, и это известно, у ее адвоката есть большие шансы, чтобы тебя оставить нищим. А я думала, вы не изменяли, потому что любили. Люблю. А почему вы спросили про мою жену? Просто мне любопытно. Кроме того, вы же рыцарь. Кто? Рыцарь. Вы спасли меня от воров на улице. Вы приехали, когда я приняла мешок с газетами за труп. А скажите, кто-нибудь из вашей семьи работал на Востоке? Дедушка. Он был дипломатом. Сначала он работал в Сирии, а потом, кажется, в Турции. Но это было давно. А как его звали? Его звали Михаил Осипович Колесников. Мы с ним очень дружили. А ваш муж знал вашего дедушку? Нет. Дедушка умер 15 лет тому назад. А ваш муж чем занимается? Программным обеспечением. А где он работает? На Московском проспекте. Послушайте, если вы решили подозревать не только меня, но и моего мужа, вы глубоко заблуждаетесь. А почему вы решили, что я его подозреваю? Может, просто я хочу спросить у него кое о чем? И о чем? Почему он вас разлюбил? А кофе, Белла, великолепный. Привет. 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 Это тебе? Спасибо. Ой, как пахнет. Понюхай. А? Ага. Катя. Да. Ты меня уже обманывала? Нет. Я тебя еще не обманывала. Ну, обманешь. Да вообще-то не собиралась. Почему? Просто у тебя написано на лбу, большими буквами. Обманывать нельзя. Тебя послушать у меня не лупа, а большая энциклопедия. Это вы себе льстите, молодой человек. Ой. Смотри, вон там, лорка. Собака соседская. В кустах лежит весь день. А чего она там лежит? Ежа караулит. Ага. Сегодня носилась за ним по всему участку все утро. Знаешь, какой грохот стоял? О, приходила соседка, хозяйка ее, Оля. Сказала, что лорка у себя на участке уже всех ежей переловила. Теперь перебралась сюда. И пока Оля лору держала, я ежа отнесла в дом. Катя. Да. Я не понимаю ничего. Лорка. Ну, вот что я ему такого сказала, а? Хороший же был разговор про ежей. Да. А он взял и разнервничался. Ты бы поел? Домработница приходила, котлет нажарила. Сказала, что ты их любишь и что ее зовут Таня. А еще какой-то мужик все утро косил траву на лужайке. Это Петр. Муж Татьяны. У них дом по ту сторону участка. Ух ты. Прислуга, да еще и живет с тобой. Вот это да. Прям как у графа Льва Николаевича. А тебя случайно Петр на руках не носил, когда ты был маленький? А потом с тобой в летний сад гулять не ходил? Нет. В Москве нет летнего сада. И прислуги у нас никогда не было. До тех пор, пока отец не стал тем, кем стал. Ты как будто его за это осуждаешь. Я ему завидую. И завидую так, как нельзя завидовать своему отцу. Я никогда никому не говорил об этом. А почему ты ему завидуешь? Потому что он смог все, чего не смог достичь я. Понимаешь, он всю жизнь был простым физиком. А когда началась перестройка и наука кончилась, он не опустил уроки. Понимал, что нужно кормить семью. У них в институте был профилакторий. Он его арендовал. Днями и ночами там пропадал. Никто не верил, что у него получится, а у него получилось. Через пять лет он его выкупил. Купил гостиницу. Потом еще одну. И стал миллионером. А что еще он смог? Чего не можешь ты? Он всю жизнь любит мою маму. Он сложный человек, у него скверный характер. Но все, что он сделал, это только ради нее. Ну, это же прекрасно. Прекрасно. Просто я так не могу. Я не умею так любить женщину. Все время боюсь, что она меня обманет. А тебя уже обманывали, да? Один раз я принял крокодила за человека. Больше повторять не хочу. Да, сложно же с такой моделью в голове. А отец ничего не боится. Но он не понимает, что я... Что я не могу так, как он. Потому что я не он. А ты ему объясни. Объяснял. Ничего не вышло. А сколько раз ты пробовал? Один, два? Какая разница? Просто вот есть вещи, за которые надо и побороться. За любовь, например. Или за то, чтобы твой отец тебя услышал. Он не услышит. Что-то не так? Я плохо выгляжу или что? Нормально. Тебе не кажется, что мы просто зря теряем время? В смысле? Макс, ну ты будешь еще год собираться. А у меня нет года. Мне в Питер уезжать. А у тебя же на лбу все написано. Что написано? Что я тебе нравлюсь. Но у тебя чувство долга, и ты меня боишься. Ведь боишься, да? Да. Макс, трусость это худший из человеческих пороков. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Должна быть связь? Или не должна? ТЕЛЕФОННОСТЬ Да. Екатерина? Я не Екатерина. Я бы хотел поговорить с Екатериной. Ее нет рядом. А с кем я говорю? шеф привет ты чай купил нет а печенье печенье тоже нет вова не службу а в дружбу пробей этот номер и узнай откуда с него звонили 907 хорошо будет сделано а если катя самгина врет тогда что тогда вступает в действие твоя теория про людей крокодилов и опять получается что ты ошибся ловкая хитрая крокодилец обвела тебя вокруг пальца макс ты что влюбился придурок я не мог влюбиться я пробовал ничего не вышло макс с кем говоришь то не вышло чего с тобой говорю с тобой удалось пробить номер или ничего не вышло нет у меня как раз все вышло ты где этот номер взял таких номеров не бывает а откуда звонили из питера и катя из питера надо ехать в питер а вы правда владельца отеля сын совершенно точно не дочь а почему катя телефон не отвечает мне что-то скрываете потому что ее телефон у меня а сама она где в больнице нет а где кто за ней ухаживает может быть у нее денег нет я за ней ухаживаю и деньги у меня есть вы она у меня на даче в журовке а мы вас потеряли у нас тут опять без вас случился переполох приехали сын владельца отеля и надежда говорит что вам необходимо переговорить с ним он работает в полиции господин полковник вас вчера так взволновала моя ворона надеюсь вы не думаете что это она ночью разгуливала по отелю вчера мне взволновала открыта дверь на чердак если вы еще разрешите понести обед в вороне с господином труднивым вы просто меня предупредите окей все непременно а откуда вы я профессионал на полковник уолш капитан вавилов из московской полиции это он звонил по поводу катя у вас ко мне дело капитан у меня нет это надежда решила что наши московские дела имеют отношение к вам прошу вероятно я с вами разговаривал как за звание госпожи самгина только вы почему-то трубку ловите куля нельзя так тихо ага ага вы кого-то ищете почему еще никого я не ищу вот и получается самгина единственный свидетель в москве у нее знакомых нет значит искать нужно здесь здесь искать нечего кати никогда не было криминальных связей а вы установили личность убитого нет да и убийство какой-то странный не уличный не бытовой кому и зачем понадобилось замочить этого парня вообще непонятно замочить он был мокрый замочил значит убил это жаргон а вы тоже посмотрите может узнаете его мало ли видели где вы знаете что гостиница готовится к государственному визиту да надежда сказал я никогда не видела этого человека вы не думаете что убийца за этом связано вряд ли я сюда приехал только потому что самгина дружится за ванарю скажите а он сразу голый был или это вы его разделе сразу именно самгина нашла труп из-за которого вы здесь именно ее подруга работает здесь в гостинице я не террористка дэн конечно а с кем самгина имела контакты в москве только с сотрудниками телестудии у вас есть их фамилии есть можно посмотреть можно очень просто когда вы вернетесь в москву вы должны встретиться с этой женщиной зачем я вам там фотографию вы покажете и спросите знает она этого человека ну как не там крокодилей кожи да не переживай так не бойся пусть это будет только один раз у меня уже ты еще лет никого не было а ты такой замечательный прекрасный ты даже злишься смешно молодой человек давайте паспорт паспорт будьте добры да извините пожалуйста пожалуйста гостинице англия надежда звонарева служба портье нет к сожалению в этом месяце мы не принимаем гостей да через месяц будем рада вас видеть всего доброго опять шины что вы наденька я готов всю жизнь ходить пешком умереть родиться и снова ходить пешком только бы не иметь общения с товарищами из органов я дико извиняюсь что отрываю вас от трудовой деятельности но кажется к вам пришли паша о привет надя ты что-то хотел да слушай ко мне сегодня какой-то тип подвалил американец говорит из фбр куда подвалил на работу что хотел но про тебя спрашивала что спрашивал ну что он спрашивал ну почему мы разошлись и все такое ирина здравствуйте это максим вавилов мне нужно с вами встретиться адвокат нет по поручению вашего мужа отлично тогда я прямо сейчас и подъеду говорите куда он джуровка это по дмитровскому столь тебе ведь не надя я тут подумал и в общем я решил подать на развод надеюсь ты не против я не против хорошо это все все пока пока нет папа подожди а что это за тип начальник службы безопасности короля трезонии готовит его визит короля чего не бери в голову а зачем он ко мне приперся мне ведь такие визиты знаешь нафиг не нужны у него работа такая он всех проверяет адрес мой рабочий у него откуда ты дала я не давала наверное в личном деле взял понятно надя ты бы это ну вытащила у него адреса мы ведь типа уже развелись мы еще не развелись разведемся вытащим просто я бы очень не хотел чтобы ко мне на работу приходили я знаю 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 мои дела тебя не касаются все такое да паша как ты живешь ты хоть без меня я отлично живу а ты домой не заходил домой зачем не знаю вещи там забрать или фотографии наши она черта мне наша фотография я вот скучаю например а ты так короче до свидания я тебе позвоню когда на развод подам я кажется уже сказала вам что мой муж не имеет отношения ни к тому что происходит здесь не тому что происходит у меня дома а много я в этом не уверен вы напрасно теряете время все в порядке сэр и верфинг из фамида здесь вот что майор соберите мне всю информацию о михаиле осиповича колесника колесников в дипломат он был дипломатом ёжик ёж давай знакомиться меня катя зовут иди сюда я тебе молока налила лорка чё ты смотришь ежа ждешь да не дождешься домой иди давай напугала вот говорят в москве правила не соблюдают они еще в китае не ездили там вообще дурдом а сегодня москва спокойная доедем быстро даже на дмитровском пробок не было что у меня там дача это по дмитровскому что тебе виднее ну я пойду да идите спасибо я позже к вам зайду а я свою за руль вообще не пускаю сейчас девчонки сами знаете какие разворачивайся что разворачивайся твою мать быстро иди сюда иди сюда катя кати а максим тут а стоять тихо 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 стоять Макс, осторожно, Макс! Макс? Послушайте, господин полковник, ну не могут наши люди ночью шляться по отелю. У нас дисциплина-то железная. Потом, чтобы с лестницы попасть на этаж, нужен ключ, который работает только в паре с ключом вашего сотрудника. У нас полный порядок. И на чердаке? И на чердаке. Ну, в любом случае, надо разобраться, а я сегодня ночью буду дежурить. Лично. Господин полковник, данные на Колесникова. Вам повезло, кость не задета. И то хорошо. Ирина, добрый день. Скажите, мы можем перенести встречу на завтра? У меня тут небольшой форс-мажор. А вы молодец, не испугались. Да я на самом деле ужасно испугалась. Распишитесь, здесь и здесь. Завтра прошу на перевязку. Ходить будет? Бегать будет. Царапины ерундовые, но сегодня лучше полежать. Я прослежу. Ход будет на высшем уровне. Очень хорошо. Нормально? Жизнь будет. Здравия желаю. Здорово, Бобров. Ну, тогда, капитан, жду завтра в управлении. Пока. Шеф, это точно наш душитель. Но молчит, как рыба об лед. Видно, здорово вы его приложили. А, да. Посмотрите, что мы у него изъяли. Вот. Это… Это что? Это удавка. Думаю, экспертиза покажет на ней микрочастицы и вашей кожи, и кожи нашего голого покойничка. Так что не отвертится. Вова? А? Доктор мне покой прописал. Так что езжай домой. Давай. Так это… Вова? Ладно, я понял. До завтра, шеф. Давай. До свидания. До свидания. Надюша, всё в порядке? Ещё не поздняя ночь, а вы уже дома. Меня Лидочка пораньше домой отпустила. Ну, раз такое дело, может быть, вы зайдёте? Поболтаем по девичьей. Я кофе сварила. Зайду. Проходите, Надя. Вы будете пить кофе, а я микстуру, которую в этой стране по ошибке называют чаем. А как же ваш чай из Анатолии? Берегу. Для торжественных случаев. Да и сваришь его не сразу. На Востоке чай варят в двухэтажных чайниках полчаса. Да. И уверяю вас, ничего подобного вы никогда не пили. А что, ваш муж не вернулся? Нет. Приходил сегодня ко мне на работу, я так ждала этой встречи, но почему-то, когда он пришёл, я ничего не почувствовала. Может быть, я тоже его разлюбила? Такая ерунда. Какая разница, кто кого разлюбил? Он ваш муж. И должен быть с вами. Вы обязаны его вернуть. Марья Максимовна. Ну, ладно, ладно. Ну, а происшествий больше с вами? Никаких не случалось? Фотографий? Никто не жил? Нет. Ничего такого больше не было. А ваш американец? Он уже разобрался в этой истории? Разбирается. Ходил сегодня к Павлу в офис. К Павлу? Это зачем же? Выяснял что-то. Господи. Ну, что можно у Павла выяснять? Неужели Павел сам сжёг свои фотографии? Ну, согласитесь, это очень странно. У него работа такая. Выяснять. Марья Максимовна, у меня завтра утренняя смена. Я, наверное, пойду. Спасибо. Всего доброго. Марья Максимовна, вы, наверное, не поняли, Павел от меня ушёл. И сегодня он сказал, что подаёт на развод. Поэтому американец здесь совершенно ни при чём. подаёт на развод. Най, ты всё идёшь. М-м-м… О, боже. Флеминг. Майор Флеминг, тревога! Вы с ума сошли? Виноват, задремал. Но мои ребята на посту. Господин полковник, пятая камера. Куда он пошёл? Не могу понять, у южного входа нет камер. Готовность номер один. Человек в коридоре на третьем этаже. Южный вход. Вижу его, сэр. Будем брать? Сэр, их двое. Вы следите, куда они пойдут. Ага. Сэр, похоже, у нас третий. Северная лестница. Флеминг, у нас третий. Поднимается к вам. Северная лестница. Принято, сэр. Что он делает? Начинайте. Есть, сэр. Апартамент, коридор. Вперёд. Что здесь происходит? Какого чёрта вы здесь делаете? У них свидание, сэр. Что? Мы с Адамом любим друг друга. А Джо сказал, что убьёт Адама, если застанет нас вместе. Но почему здесь? В королевских апартаментах он не стал бы нас искать. Здесь пока нет ни одной камеры. Я буду жаловаться своему адвокату. Это вмешательство в частную жизнь. Сидеть. Как вы попали в коридор? Отвечайте, чёрт возьми. Я перикодировал ключи, сэр. Я тебя достану, Билл Гейтс, чёртов. Ларкинс, сомнись. Что? Мы можем открыть любую дверь. Это элементарно. Элементарно? Откуда ключ у Ларкинса? Он украл его у меня, сэр. Всех троих под арест. Да, сэр. Предупредите отдел электронной безопасности. Да, сэр. Наведите порядок, и чтобы завтра здесь везде стояли камеры. Да, сэр. Кинь, ключ. Сэр. Чёрт. Кто там? Кинь, ключ. 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 Надя? Надя? Дэн? А откуда вы? Я у вас забыл ключ, когда слушал брюки. А что случилось? Вас топили в ванной. Меня? Топили? Ой, Марья Максимовна. Грехи отцов падут на детей. Какие грехи? Я расскажу. Вы пейте. Это вам поможет. Когда-то ваш дедушка был женат на вашей соседке. Правильно, госпожа Колесникова? Это был, как это сказать по-русски, но happy marriage, счастливый брак. А потом ваш дед влюбился в молодую девушку. Это была ваша бабушка. Она забеременела, и он ушел из семьи. Да, твоя мать родилась от шлюхи. Ты истинная дочь своей мамаши. И я бы просто избавила мир еще от одной гадины. Да нет. Госпожа Колесникова решила просто отомстить. Сначала разрушила карьеру вашего деда анонимными письмами. Его уволили, он умер. А потом она переселилась сюда и подружилась с вашими родителями. Зачем? Я навел справки. Двадцать лет назад она работала диспетчертом на автобазе. И я не удивлюсь, если грузовик, который сбил машину ваших родителей, был оттуда. Сядь. Сядь. Не докажешь. Это... это неправда. Правда. После смерти ваших родителей ей нужно было ваше полное доверие. Поэтому она стала с вами дружить. Зачем? Вчера я встретился с вашим мужем. Оказывается, что он работает в одной фирме с внучкой. Сестры госпожи Корнец Николаев. И у них спа вон. Роман? Павел Звонарев? Да. Дядь Леш. Откройте, пожалуйста. А фирма? Фирма-то какая у вашего Звонарева? Вам Паша нужен? Да. Я с ним работаю. Позвать? Машуля. Ха. А я тебя потерял. Дорогой, к тебе пришли. Давай, беги. Так. Вы кто? Курьер? Ну, сколько вас можно ждать? Давайте документы. Я не курьер. Я офицер Федеральной службы безопасности США. Госпожа Колесникова писала ему анонимные письма. И в них рассказывала, что вы на работе оказываете сексуальные услуги клиентам. Я? Вы муж госпожи Звонаревой? Нет. Ну, то есть да, но, ну, 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 вы понимаете? Нет. Мы официально муж и жена. На самом деле нет. У вас здесь общее. Дети, собственно, сбережения. А почему, собственно говоря, спрашиваете? Отвечайте на вопросы, иначе я вам сделаю большие проблемы. Здрасте. Здрасте. 105-й. Проходите. Нет у меня ничего. Квартира ее. На нее и записано. А почему вы расстались? Любовь пропала. Куража нет. Она же вечно на своей работе. В гостинице. А в гостинице, знаете, хуже, чем в борделе. А вы ей не доверяли? Я ей? Нет. Я ей очень даже доверял. А потом письма стали приходить. Какие письма? Обыкновенные. Про жену. И про всех остальных, кто с ней работают. И каким местом они там работают. Это одно из этих писем. Я забрал его у вашего мужа. Мария Максимовна, зачем? Ты должна была испытать ту же боль, что и я. Мне так красиво. Ей нужно было женить Павла на своей внучке. И сделать так, чтобы ваша квартира досталась им. Но это моя квартира. Правильно. Но пока вы живы. А в случае вашей смерти, Павел получил бы ее в наследство. Но только оставаясь вашим мужем. А точнее, вдовцом. Но он поломал ей планы, когда ушел от вас. Сукин сын. Тогда госпожа соседка решила ускорить события и... И сделать ваше самоубийство. А для этого дать всем понять, что... С головой у вас... Трабл. Беда. Значально она зажгла ваши фотографии. А потом сделала историю с трупом. Она знала, что вы расскажете об этом подруге, госпоже Арсентовой. И когда с вами что-то случится, все подумают, что вы просто сошли с ума от горя. Как ты узнал? Вы сами подсказали. Чучело было привязано необычным узлом. Так завязывают только на Ближнем Востоке. А Надя рассказывала мне, что ей дед, а ваш муж работал дипломатом в Сырии. Как вы попали в квартиру? Павел отдал ей ключ, когда уходил. Так, только я не думал, что вы будете действовать так быстро. Это было слишком рискованно. Я рассказала сегодня Марье Максимовне, что Павел решил со мной развестись. Хм, тогда все стоит на свои места. Я была самой красивой женщиной в посольстве. Меня хотели султаны, министры, а он посмел отказаться от меня. Он выбросил меня, как использованную тряпку. Это было давно. Да, я очень долго выжигала ненавистью свою душу. И я почти победила. Если бы не ты, я несомненно избавилась бы от этого отродья. Вот это была бы месть за все, что он мне сделал. За все мои мучения. За его предательство. Подлость. Ненавижу. Ты только посмотри на себя. Ты же даже не женщина. Ты хавронья. Ты работаешь, как лошадь. И жрешь, как свинья. Ты даже не сумела удержать мужчину. Вы тоже не сумели. Свинья. Жалкая, грязная свинья. Ненавижу. Ирина, я подъехал. Какая у вас квартира? Не звоночка. Не письма. Ребенок вот все время спрашивает. А я? Ну, что я могу ему сказать? Уехал в командировку твой папочка? Ой, на вот. Пойди поиграй. В другой комнате, сыночек. Пойди, пойди. То есть, после того, как он уехал в Питер на работу, он вам не звонил? Нет. Скотина он такая. А вы, может, кофейку хотите? Нет. Спасибо. Ну, присаживайтесь. Ага. А что, это вы и вправду по алиментам? Да. По алиментам, да. А как это вы по алиментам, если мы даже на развод еще пока не подавали? Я заранее. Скажите, а почему вы считаете, что он вам изменил? Да мне же фотки прислали. А знаете, как он со шлюхой там в постельке кувыркал. А не у вас? Конечно. Специально сохранила, чтобы было, что на суде предъявить. Покажете? Смотрите, сколько хотите. А сами вы ему не звонили? А, буду я с чему звонить. Он, значит, с этой лохудрой гуляет где-то, а я, значит, ему названивать буду. Нет, я не собираюсь. Мне даже мать сказала, чтобы я вообще его бросила. Катя Самгина, вам хорошо знакома? А при чем тут Самгина? Подождите, или вы хотите сказать, что и она с моим Колей? Нет, 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 что вы, нет. Она к нам тоже обратилась по поводу алиментов. Ну, какие там у нее алименты? У нее и детей-то нет. Вы показывали ей эти фотографии? Катьке-то? Угу. Показывала. И где показывали? На работе в Останкино? Нет, что вы, у нас нельзя. У нас не люди, у нас эти, волки. Да. Мы с ней кофе пили в кафе через дорогу. Там и показывала. Скажите, вам знаком этот человек? Нет, этого я не знаю. Нет. А этот? О, Господи. Получается, что убийца следил за женой Саньковой. Та показывала Кате фотографии супружеской изменной мужа, и убийца это видел. А потом случайно столкнулся с Катей около ее дома. после того, как выгрузил труп. Выхода у него не было, слишком великой риской. Она могла узнать покойника. Это он. Благодарю, господин Вабилов. Благодарю. Все сошлось? Сошлось. Майор, где он? В отеле его нет. Проверяем склад. Он едет в машине. Наши люди его ведут. Куда он едет? В сторону отеля. Откуда? Откуда движется объект? С ним в машине Надежда Звонарева. Вот. Что? Вероятно, он забрал ее из дома. Вот ты. Какого черта? Они подъехали. И Надя с ним. Это не кстати. Гостиница Англия, служба портье. Коля, заезжать было совершенно необязательно. Я бы прекрасно добралась сама. А мне не сложно. Надя. Надь. Тебя к телефону. Надюша, а может, пообедаем сегодня? Я на диете. Надежда Звонарева, служба портье. Говорите. Вас не слышно. Алло. Говорите. Извините. А что происходит? Карточку. Что? Ваше имя. Николай Саньков. Нет. Саньков остался в Москве. Ваше настоящее имя. Ну, хорошо. Имя мы установим позже. Вы желаете что-нибудь спросить, прежде чем вас уведут? Конечно. Во-первых. Какого черта? Вы же не имеете права. Мы имеем права. Вы прибили сюда в составе мобильной группы террористов. Ваш сообщик уже дал показать. Он арестован в Москве при попытке убийства… Екатерина Самгиной. Врешь. Что? Надя, не волнуйтесь. С ней все в порядке. Я ничего не понимаю. Никакой король в Россию не проезжает. Это игра спецслужб. Нам стало известно, что это провокация. Мы просто не знали, кто исполнитель. Ну, и поэтому разыграли с русскими коллегами эту игру. В бутылках, которые они везли в отель, было вещество, которое при соединении с воздухом выделяет отравляющий газ. Мы его изъяли на границе и заменили. Увидите его. Уборщик заотравилась. Я же сам видел. Лично. Нет. Скрытие показало, она действительно умерла от инфаркта. Как вы догадались, что это не настоящий Саньков? В списке людей, с которыми общилась ваша подруга, была жена Санкова. А я в совпадение не верю. А где же настоящий Саньков? Убит. Его должны были перевезти из московского филиала к нам в Петербург. Они узнали об этом, выяснили, что он плохой муж, сдевали фотографии с любовницей и подкинули женю. Вероятно, были уверены, что она его выгонит. И не ошиблись. Ира, ну! Что, больше я тебя здесь не видела! Ира, ты не так все... Шел вон, козел! Что, мужик, джинка выгнала? Да, дура. Бабы они такие. Порождение сатаны. Слушай, может, выпьем, а? А то у меня дома тоже змея под колодной притаилась, идти неохота. А выпить не с кем. Ну, давай, мужик. Вижу же, мает на тебе. Пойдем, полечимся. Ну, пойдем. Во! Спасибо тебе. А то одному пить, сам понимаешь, как-то не по-христиански. Ну, не алкаши же мы какие. А я нынче при деньгах. Гостиница Англия. Надежда Звонарева. Служба партии. Чем могу помочь? Анечка, подмени Наумову. Она там с китайцами зашивается. Дура такая. Да, номер для вас забронировал. Сто раз я ей говорила, учи китайский. В 118-м горничный унтяз разбили. Лидочка, зайди ко мне на пару слов. До свидания. Наконец-то он мне предложение сделал. А горничной больше не наливать. Надя, привет. Кать, какая ты. Да, вот такая. Как я рада тебя видеть. Аккуратно. Из Москвы своей не вылезаешь. Да. А я все время смотрю твое репортаж. Ой, правда. Так приятно. Спасибо. Знакомься, это мой муж Максим. А мы знакомы. Да, здравствуйте, Надежда. А почему я не знаю? Я тебе говорю. А, ты же мне говорил. Я все время все забываю. Это какой-то кошмар. Какой срок уже? Седьмой месяц. А кто будет? Мальчик. Как назовете? Фемистоклюс. Алоизий. И Лелки. Да? Ты просто маньяк, Максим. Максим, подойди сюда. Это мой сын. Я сейчас. Помирился с отцом. Тот все время теперь зовет его к себе в службу безопасности. А Максим убирается. Но я уже над этим работаю. Максим. Здрасте. Профессионал очень высокого уровня, но работать у нас не хочет. Пап. И очень зря молодой человек. Пойдем, Максим, я тебе здесь все покажу. Пойдем. Михаил Леович. Да? Собирайте все. Ты так как? Я нормально. Ну, а американец, во чего? Он немой. Уехал давно, наверное, и храняет очередного короля. Собирайте. Господа, попрошу менеджера всех служб собраться в конференц-зале. Лидочка, а что случилось, ты не знаешь? Знаю. Но не скажу. Извини, я сейчас выясню, что там и вернусь. Я там. Аккуратно. Ой, простите, пожалуйста. Ирволькам, все в порядке. Ты приехал? Приехал. Готовить визит? Будешь жить со мной в маленькой мансарде на Больших бульварах? Что? Я не знаю, имею ли я право состоять в связи с Русской. Но если меня выгонят с работы, я не смогу тебе купить большой дом. А ты хочешь состоять со мной в связи? Очень. Я. Вот, теперь в наш отель может пожаловать сам Моисей. Я бы лично ему ни одного слова не возразил. Так бы и сказал. Уважаемый Моисей, добро пожаловать. Моисей, добро пожаловать. Моисей, добро пожаловать. Субтитры создавал DimaTorzok